Своеобразный шок у родителей случился. Ну вот давайте для примера я вам покажу субботнюю переписку. Ну просто интересно, да, в 12 мы вот начали и закончили, закончили. Часов, наверное, в 9. Уважаемые родители, я выставила в сетевом городе на 13 число учебные файлы. Вы можете заходить, скачивать, знакомиться с информацией. Ознакомиться с информацией получается через раз. Система город, где школьники теперь получают задания, в очередной раз подводит. Нас предупредили, что система частенько как бы дает сбои, потому как очень много пользователей. Ну вот да, вновь ошибку показывает. Есть, конечно, и план Б. Учителя дублируют задания на почту или ватсап. Уже в пятницу третиклассница Карина получила задания на всю следующую неделю. Объем большой, да и проблем немало. Если раньше тему объяснял учитель, то теперь ответственность за усвоение программы ложится на плече родителей. Имена прилагательные изменяются по родам, по числам и по подержам. У меня мама вот один день, например, со мной делает, а второй день она уже езжает на работу, и мне приходится делать это с бабушкой. Если я что-то не понимаю, я пишу своему учителю и говорю то, что я что-то не понимаю, и она мне немного помогает. Кстати, ребенка нагружает по полной. Есть даже задания по музыке и зои в физкультуре. Слава богу, не как в Калининграде, где учителя высылают видеоуроки по плаванию. То есть, единая территория, которая делится на субъекты. Татьяна Янкина – учитель истории в 97-й школе. Учит детей по скайпу. Наглядно доказывает, что учитель в период пандемии не выпадает из жизни ученика. По видеосвязи объясняет, дискутирует, отвечает на вопросы. Говорит, конечно, не всегда урок проходит гладко. Компьютеры учеников зачастую выходят из строя. Но это не повод паниковать. Если у ребенка вдруг зависает компьютер, ему сообщается, чтобы он не волновался. Запись все равно продолжается идти. Он может потом пересмотреть тот участок, который пропустил. Перед стартом дистанционного обучения, рассказывает Татьяна, в школе провели мониторинг на наличие технических средств. У большинства они есть. У кого нет, задания передает классный руководитель. Кстати, в день заимпровизированной школьной партой дети должны проводить не дольше двух с половиной часов. Этого вполне достаточно, чтобы ученик в дальнейшем смог освоить тему самостоятельно. Правда, в перерывах между уроками дети должны отдыхать, напоминают педагоги. Находясь на таком вот виде обучения, дети должны за это время делать небольшие гимнастики, расслаблять глаза и также вставать из-за своего рабочего места для того, чтобы тело тоже не было в напряжении. Министр образования Максим Костенко в конце прошлой недели провел пресс-конференцию, где рассказал, что система образования перестраивается с классноурочной на цифровую впервые за 500-летнюю историю. И это вынужденная мера. Никто специально не настраивался на такой формат работы, поэтому ко всем сложностям и проблемам нужно отнестись с пониманием. В крае мы определились, что ключевым входом для организации удаленного обучения у нас является сетевой регион. В настоящее время мы завершили все работы, вот сегодня завершаем все работы. По увеличению, примерно в пять раз увеличивается мощность сетевого региона. Это позволит нам, мы надеемся, избежать резкого, вернее, сложности в связи с резким наплывом пользователей. Он также напомнил, что те школьники, у которых нет компьютера и доступа в интернет, а таких в крае 30 тысяч получат задания на бумажном носителе через классного руководителя. Максим Костенко также пояснил, что, возможно, в связи с пандемией будет до 7 июня продлен учебный год. Но коснется это лишь выпускников 9 и 11 классов. До этого времени преподаватели должны успеть провести все консультации. Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком.